У каждого многоквартирного дома и в частном секторе должна быть организована контейнерная площадка. В данном ролике мы поговорим об организации работы контейнерных площадок, о том, как производится начисление и о том, каким образом производится перерасчет за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов. Смотрим далее. Размещение контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов жителей многоквартирных домов, требования к ее установке утверждены санитарными нормами и правилами. Твердые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в живых помещениях, в процессе удовлетворения жителями личных и бытовых нужд, а также уличный смет, растительные отходы с газонов. Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к твердым коммунальным отходам. Они вывозятся не региональным операторам по обращению с ТКО, а по договору с лицами, обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене. Крупногабаритные отходы – это строительный мусор от текущего ремонта живых и неживых помещений многоквартирного дома, мебель и бытовая техника. Особо отмечу, что строительный мусор, образованный при капитальном ремонте многоквартирных домов, не относится к твердым коммунальным отходам и не входит в зону ответственности регионального оператора. Данный мусор обязаны вывозить подрядные организации, которые выполняют строительные работы в рамках капитального ремонта дома. С 1 января 2019 года Республика Татарстан перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которые обеспечиваются региональными операторами. В Республике Татарстан существует два региональных оператора по западной зоне ООО УК ПЖКХ, по восточной зоне ООО Гринта. Функция регионального оператора – это сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов, а также ликвидация несанкционированных славок. Погрузка твердых коммунальных отходов включает в себя уборку мест погрузки, то есть региональный оператор выполняет работы по подбору просыпавшихся при погрузке твердых коммунальных отходов. Ответственность за обращение с твердыми коммунальными отходами появляется у регионального оператора с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления. Функции органов местного самоуправления – это обязанность по созданию контейнерных площадок, введение реестра мест накопления твердых коммунальных отходов и размещение информации о внесении или изменении данных в этом реестре в сети интернет. Функции управляющих организаций – это обслуживание, покраска, ремонт и прочее, и очистка урн, мусоропроводов, мусороприемочных камер и контейнерных площадок. Эти работы входят в перечень обязательных, которые должна выполнять управляющая организация для надлежащего содержания общего имущества дома. В обязанности управляющей организации не входят работы по уборке мест погрузки твердых коммунальных отходов. Управляющая организация обязана заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов. Крупногабаритные отходы вывозятся по отдельному договору специализированной организации. Обязанности управляющей организации при заключении договора с региональным оператором твердых коммунальных отходов. Установить контейнер на контейнерной площадке по общему правилу обязан тот, кто содержит эту контейнерную площадку. Если земля и оборудована на ней контейнерная площадка муниципальная, то контейнеры ставят муниципалитет или региональный оператор твердых коммунальных отходов. Если земельный участок входит в состав общего имущества дома, то контейнерную площадку оборудует управляющая организация. Она же приобретает контейнеры. Расходы на контейнеры в этом случае оплачивают собственники в рамках расходов на содержание живого помещения. Региональный оператор твердых коммунальных отходов устанавливает контейнеры на придомовой территории, если расходы на приобретение и ремонт включены в расчет валовой выручки и учтены в тарифе. Такой вывод следует из пункта 90 основ ценообразований и области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением правительства 30 мая 2016 года номер 484. Если контейнерная площадка входит в состав общего имущества собственников дома, то покупают контейнеры управляющие организации. Для крупногабаритных отходов на контейнерных площадках может быть предусмотрен отдельный отсек или в живом квартале установлен специальный бункер. Количество бункеров для крупногабаритных отходов и контейнеров для твердых коммунальных отходов регламентирован нормативными актами. Расстояние от контейнерных площадок до живых зданий не менее 20 метров и не далее 100 метров. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но и не более 8 контейнеров для смешанного накопления твердых коммунальных отходов и двух бункеров для крупногабаритных отходов, мебель, бытовая техника от ремонта помещений и так далее. Покрытие площадок должно быть выполнено из водонепроницаемых материалов, бетон, асфальт и тому подобное. Контейнерную площадку ограничивают бордюром, с трех сторон устанавливают завор высотой от 1 до 2,5 метров. Для мусоровозов необходимо обустроить подъездной путь. Устанавливать контейнеры на землю запрещено. Потребители, то есть жители дома, складируют в контейнеры свои личные бытовые отходы, пользуются ими по прямому назначению. В контейнеры для твердокоммунальных отходов складировать строительный крупногабаритный мусор запрещено. Управляющая организация обязана не допускать повреждения контейнеров, сжигание твердокоммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирование в контейнерах запрещенных отходов и предметов. Срок временного накопления несортированных твердокоммунальных отходов определяет по среднестуточной температуре воздуха в течение трех суток, плюс 5 градусов и выше не более одних суток, плюс 4 градуса и ниже не более трех суток. Не допускается переполнение контейнеров и бункеров, а также загрязнение территории. Контейнерные площадки убираются и очищаются сразу после выгрузки твердокоммунальных отходов в мусоровоз. О начислениях за твердокоммунальные отходы. В Республике Татарстан начисление за твердокоммунальные отходы производится с человека. При этом учитывается либо количество постоянно или временно проживающих, а при отсутствии проживающих учитывают количество собственников помещения. Чтобы оператор верно начислил плату, управляющая организацией или органы местного самоуправления предоставляют ему данные о количестве жильцов. Потребители считают временно проживающего в квартире, если он живет не больше пяти дней. Причем информировать управляющую организацию об изменившемся составе жителей обязан собственник помещения. Срок уведомления 5 рабочих дней со дня изменений. Если жителей в квартире нет, то плату начисляют только на собственников квартиры или дома. Управляющая организация вправе проверять количество проживающих и фиксировать эту информацию в акте, который подписывают с потребителем. Если потребитель откажется подписывать документ, вместо него в акте расписываются как минимум два соседа по дому и член совета дома. В силах жителей республики сделать наши дворы чище и безопаснее, если следовать правилам благоустройства и соблюдению санитарных норм. Субтитры создавал DimaTorzok